Благо Духа. Амин. Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста. Слово о сокрушении. Второе. В стилейхию. Продолжение. Таков был блаженный Павел, прощаясь среди городов. Он был столь далек от всего настоящего, сколь мы отличаемся от мертвых тел. Так. Когда он говорит, для меня мир распят. Галатам 6.14. То разумеет эту нечувствительность к земному, и даже не одну эту, но и другую, такую же, что она была в нем двоякая. Он не сказал только, для меня мир распят, и замолчал, но последующими словами указал и на другую нечувствительность, и я для мира. Велико любомудрие в том, чтобы мир почитать мертвым, но еще большее, и гораздо важнейшее в том, чтобы и самому быть как бы умершим для него. Итак, изречение Павла означает следующее. Он, по словам его, далек был от настоящего, не столько, сколько живы от мертвых, но столько, сколько мертвы от мертвых. Живой, конечно, не питает пристрастия к умершему, однако имеет другое какое-либо чувство, или удивляется еще красоте покойного, или жалеет и плачет о нем, а мертвый к мертвому не питает и такого чувства и расположения. Это желая выразить он к словам, «Для меня мир распят, прибавил и я для мира». Видишь ли, как он был далек от вселенной, как шествие на земле достиг до самого небесной высоты. Не говори мне о горных вершинах, о лесах, о долинах, о непроходимой пустыне. Одних их недостаточно для освобождения души от шума мирского, а нужен тот пламень, который вожжет Христос в душе Павла и поддерживал сам блаженный духовным помыслом. И понял до такой высоты, что этот пламень, начавший снизу земли, достиг до самого неба и до высшего неба, до самого высшего, ибо сам он был восхищен до третьего неба. 2 Коринфянам 12.2 Но его расположения и любовь ко Христу простирались выше не только трех, но и всех небес. По телу он был мал и нисколько не превышал нас, но по расположению духа чрезмерно возвысился над всеми людьми, существующими на земле. И тот не погрешил бы, кто представил бы состояние этого святого под таким образом. Будто бы какой пламень, однявший поверхность сей земли и поднявшись вверх, прошел со всех сторон небесный свод и пробежав сквозь лежащий выше его воздух. Воздух ли это, или что другое наполнил огнем середину между двумя небесами. И здесь не оставил своего течения, но вдруг, устремившись, поднялся до третьего неба и сделал все одним огнищем, которого широта равняется пространству всей земли, а высота расстоянию третьего неба от нас. Впрочем, и таким образом, мне кажется, не изобразил и малейшей части любви его. И что эти слова не преувеличены, всякий точно может узнать, прочитав написанное нами об этом предмете Дмитрию. Так должно любить Христа, так отрешаться от настоящего. Таковы были души у святых пророков, потому они и получили другие очи. Отрешиться от настоящего было делом их собственного усердия, а что потом у них открылись другие очи для созерцания будущего, это уже было делом Божьей благодати. Таков был Елисей. Так как он отдалился от всего житейского, возлюбил царство небесное и презрел все настоящее, то есть царство и власть, и славу, и всеобщее уважение, то и увидел никем не виденное никогда, целую гору, покрытую строем огненных коней, и таких же колесниц и воинов. Четвертая царствия, шесть семнадцать. Кто прельщается настоящим, тот никогда не удостоится созерцать будущее, а кто пренебрегает здешним и считает его не лучшей тенью и сновидения, тот скоро получит великие духовные блага, так и мы, богатство, принадлежащее мужам, открываем своим детям тогда, когда увидим, что они стали мужами и пренебрегают всем детским. Но пока они прельщаются к последним, мы считаем их недостойными первого. Душа, не приучившаяся пренебрегать маловажным и житейским, не в состоянии будет созерцать небесное, равно как и созерцающее последнее не может не посмеиваться первому. Это говорил блаженный Павел, хотя слова его относятся к догматам, однако могут быть применены и к нравам, и к дарованиям. Именно. Душенный человек не принимает того, что от Духа Божия. 1 Коринфянам 2.14 Продолжение следует.